Доброе утро! В студии Полина Бахова и Ольга Дмитриева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами. Сегодня в выпуске вы увидите. По программе губернатора о работе по улучшению системы пассажирского транспорта расскажет наш корреспондент. Здоровое поколение! В Одинцовской детской поликлинике открылся новый кабинет. Делегация из ДНР. Для руководителей регионов Донецкой Народной Республики провели деловую встречу. Работы под контролем. Дмитрий Голубков проверил ход ремонта дорожного покрытия в Звенигороде. 31 июля в 1954 году Центральный комитет и Совет министров СССР приняли постановление о создании Северного испытательного полигона на островах в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Эта территория входит в Архангельскую область России. На Новой Земле провели 135 ядерных испытаний в атмосфере под водой и под землей. В том числе взрывы самой мощной в истории человечества водородной бомбы мощностью свыше 50 мегатонн. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 31 июля 1956 года открылась одна из самых больших спортивных площадок России и мира – Лужники. Тогда Московский Центральный стадион носил имя Владимира Ленина. 67 лет назад на большой спортивной арене прошел грандиозный праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов. Свидетелями этого мероприятия стали около 100 тысяч зрителей. Сегодня стадион Лужники – это центральная часть Олимпийского комплекса, самый крупный стадион в России. Он входит в десятку по вместимости среди футбольных стадионов Европы. В этот день, 418 лет назад, в Москве венчали на царство Дмитрия Ивановича, более известного как Лжедмитрий I. 31 июля 1605 года он произнес речь о своем чудесном спасении от гадуновских убийц. После этого патриарх Игнатий надел на его голову венец московских государей, а бояре поднесли скипетр и державу. Лжедмитрий старался убедить всех, что его венчание на царство означает возрождение законной династии Рюриковичей. Вскоре он женился на дочери своего польского покровителя, красавице Марине Мнишек, и короновал ее в качестве русской царицы. Недолгое правление самозванца завершилось восстанием москвичей и его убийством. Сегодня Всемирный день рейнджера. Этот термин появился в 17 веке изначально так называли английских солдат, которые сражались в войне короля Филиппа. Праздник учредили в 2007 году Международной Федерацией рейнджеров. Но сегодняшняя дата – это не только торжество, но и день памяти о людях, которые погибли или пострадали при исполнении своих служебных обязанностей. Также сегодня отмечают День гавайского флага и Международный день спасателя. 31 июля 1930 года в деревне Вырубово Московской области родился советский артист-цирка Олег Попов. После окончания Государственного училища циркового искусства он работал эквилибристом. Попов выступал с известным номером «Эксцентрик на свободной проволоке». В 1951 году актер переключился на амплуа клоуна. Широкую известность он получил во время работы в молодежном цирковом коллективе. Именно тогда Олег Попов создал полюбившийся всей стране образ солнечного клоуна. Его визитной карточкой стали широкие полосаты штаны, кепка и копна светлых волос. Также 31 июля родились народная артистка СССР Эдита Пьеха и телеведущий Леонид Якубович. Более 800 новых транспортных средств вышли на маршруты в Московской области с начала года. В регионе продолжается работа по улучшению системы пассажирского транспорта. Все это проходит под чутким руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Подробнее в материале Алтынай Урумбаевой. В эти дни водителей сопровождает проливной дождь. Погодные катаклизмы создают дополнительные препятствия для всех участников дорожного движения. Но общественный транспорт в Подмосковье работает по часам. Ему не страшны ни бури, ни дожди. Маршруты отлажены. Работа по улучшению системы пассажирского транспорта продолжается в Подмосковье. Маршрутная сеть области крупнейшая в России. Она покрывает 80% территории региона. И каждый год мы стараемся модернизировать автопарк. С января на маршруты области вышли уже более 800 новых транспортных средств. До конца года планируем довести их количество до 1300. Одинцовский округ граничит с Москвой, Ленинским, Нарфаминским, Русским, Красногорским, Истринским городскими округами. Город Одинцов расположен в 24 километрах к западу от Москвы. Есть несколько способов добраться в столицу и обратно домой. Это МЦД, автобусы и маршрутки. Местные жители пересаживаются на общественный транспорт. Комфортнее дна, можно еще заряжать. Ну, если, допустим, что-то нужно как телефон зарядить или что-нибудь еще, то есть как бы там зарядное устройство есть. И когда прикладываешь, ну, не наличка, а уже просто прошел как дальше, как метро. Число пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, только растет. Учитывая ситуацию в регионе, администрация регулярно обновляет парк автобусов. Всего в Подмосковье действует около двух тысяч маршрутов. Кондиционеры работают, сиденья удобные, низкие полы, подниматься хорошо пассажирам удобно. Устали автоматы, коробки. Водитель меньше отвлекается на переключение передач. В автобусе очень много видеокамер оборудовано. Я вот обслеживаю в салоне закрытие и открытие дверей, кто вышел, кто зашел, чтобы не зажать дверями там и не тронуться там преждевременно. Остановочные павильоны также должны быть безопасными и комфортными. В Подмосковье идет замена старых конструкций. До конца этого года установят еще 314 новых строений. В рамках реализации губернаторского проекта поликлиника «Перезагрузка» под изменения попали 50 взрослых и столько же детских подмосковных поликлиник за этот год. Главная задача программы – сделать медицину доступной и качественной. В Одинцовской детской поликлинике уже реализовали часть задач. Подробности у Раисы Киян. Доступность и качество поликлиник важны и необходимы во все времена. Строят новые учреждения и уделяют большое внимание модернизации действующих. В рамках губернаторского проекта поликлиника «Перезагрузка» под изменения попали и медучреждения Одинцовского округа. Часть задач уже реализовали. У нас открыто отделение реабилитации. С июля запустили работу. Здесь будет восстановительное лечение для детей от 0 до 18 лет. Также мы запустили кабинет медико-социальной помощи для детей. Там будут обслуживаться дети-инвалиды. Также кабинет плановой госпитализации. В рамках губернаторского проекта в Одинцовской детской поликлинике откроют кабинет здорового ребенка. Продолжает функционировать у нас кабинет неотложной помощи. Мы разделили вход для здоровых детей и для детей с вирусными заболеваниями. Продолжает функционировать справка в один шаг, где принимает врач-педиатр. Такие изменения позволят значительно сократить время обследования и диспансеризации. Первый ее этап можно пройти всего за два часа. Забор крови до 10 минут. А результаты получить в личном кабинете на портале госуслуг. Медобследование уже прошло около 500 детей. Неонатальный скрининг, УЗИ, диагностику дети должны проходить у нас в поликлинике в один месяц. Но нам с этим помогает роддом. То есть детишки при рождении сразу проходят УЗИ-диагностику в роддоме. Если им нужна будет повторная УЗИ-диагностика, то мы уже их записываем и проводим ее здесь, в рамках поликлиники. Появились новые специалисты – кардиолог, гастроэнтеролог и педиатры. В рамках кабинета неотложной помощи в детской поликлинике теперь есть два фельдшера и ординаторы. Обследование специалисты записывают и записи делают в электронной карточке пациента. Также в рамках проекта поликлиника «Перезагрузка» мы стараемся уйти полностью от бумажных каких-либо носителей. Бумажных направлений, бумажных выписок, бумажных справок и так далее. Главная задача проекта – сделать посещение поликлиники более комфортным и создать лучшие условия труда для врачей. Более 80 тысяч жителей Подмосковья получили компенсацию за взносы по капремонту. Льгота положена одинокопроживающим, неработающим пенсионерам и жителям предпенсионного возраста, а также врачам, ветеринарам, работникам культуры, которые живут в селах и поселках городского типа. Оформить компенсацию можно в МФЦ и на региональном портале госуслуг. На эти выплаты из бюджета выделено более 2,5 миллиарда рублей. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Сырный гастрономический фестиваль пройдет с 4 по 6 августа под Истрой. Более 350 фермеров и ремесленников привезут на продажу мясные деликатесы, выпечку, рыбную продукцию, крафтовые напитки, сувениры и многое другое. Свои товары представят и белорусские сыровары. На дегустации гости смогут попробовать крафтовый сыр с вялеными томатами, оливками, травами, тыквенными семечками и трюфелями. На фестивале оформят тематическую фотозону в стиле уездного города с костюмами, реквизитом и винтажными аксессуарами. Более 100 человек стали участниками форума «Эффективная промышленность Московской области». Это представители среднего и крупного предпринимательства, региональных органов власти, руководители и владельцы компаний. Они обсудили меры поддержки бизнеса, какие инструменты для этого предоставляет государство и возможности развития отечественных компаний. Школьники начнут изучать основы противодействия коррупции с нового учебного года. Новые общеобразовательные программы введут во всех школах страны. Ребятам расскажут о механизмах противостояния, взятничеству и злоупотреблении служебным положением в корыстных целях. Учиться бороться с коррупцией ребята будут не только на уроках общества знания, но и также истории и литературы. Руководители Новоазовского и Тельмановского районов ДНР приехали в Одинцовский округ, чтобы перенять опыт в жилищно-коммунальной сфере. Они посетили главные объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Так называемый обмен опытом Министерство жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского округа радушно принимает гостей из ДНР. Поделились с коллегами передовым опытом в этой сфере. Делегация побывала на главных объектах городской инфраструктуры, таких как ВЗУ-7 и ВЗУ-1. Мы показали систему водоподготовки, в которой установлены перемена на ВЗУ-7. Сейчас мы пригласили и покажем систему водоподготовки на ВЗУ-1. Это две несколько разные технологии. Одна без напорной фильтрации, другая напорная фильтрация. Обе технологии достаточно хорошие и приводят воду к нормативному качеству. Также представители ДНР ознакомились с работой единого расчетного центра, посетили новые честные сооружения и осмотрели работы по капремонту многоквартирного дома. Одинцовский округ одним из первых в Подмосковье внедряет у себя передовые технологии. Поэтому коллеги наверняка уедут с огромным багажом знаний, которые смогут применить у себя в регионе. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Более 16 видов животных из Красной книги обитают в Москве. В этом году в природно-историческом парке Москворецкий видели черного коршуна, зеленого дятла и клинтуха. В теплом стане и измайлове прекрасно себя чувствует заяц-русак. А в Битцевском лесу обитают горностайи, средние пестрые дятлы и гоголи. Это птицы из семейства утиных. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. В столице в середине августа откроется выставка «Станция Манеж» в рамках Московского рубанистического форума. Там будут автомобили «Москвич» и другие интересные экспонаты. А еще гости смогут попробовать себя в роли машиниста метро. Отдельную экспозицию посвятят развитию регулярного речного электротранспорта, который начал курсировать в этом году. На стенде в виде салона речного трамвайчика посетители смогут почувствовать себя пассажирами новейшего электросудна и узнать о планах развития этого вида транспорта. В столице в четырех административных округах ежедневно работают волонтерские центры «Доброе место». Там проводят инструктажи, творческие мастер-классы, кинопоказы и квизы, а также благотворительные и экологические акции. До конца лета здесь пройдет более 50 полезных мероприятий. Они помогут жителям познакомиться с волонтерством, развить новые компетенции и провести время с семьей за полезным делом. В сезон речной навигации за частотой Москвы-реки следит коммунальный флот, а качество и безопасность воды в ней контролирует специальный аналитический комплекс «Экопатруль». На пути следования специалисты проверяют воду с помощью специального устройства. Датчики позволяют оценить электропроводимость воды, концентрацию кислорода, окислительно-восстановительный потенциал, температуру и другие показатели. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Работы под контролем. Дмитрий Глубков проверил ход ремонта дорожного покрытия в Звениграде. Отчет по задолженностям. В окружной администрации прошло заседание межведомственной комиссии. Новости онлайн. О событиях в округе, которые обсуждают в соцсетях, расскажем в нашей рубрике. Депутат Московской областной думы Дмитрий Глубков проверил ход ремонта дорожного покрытия в Звениграде. Завершить их планируют до 20 августа. Продолжит Екатерина Крамор. В Звениграде благоустраивают дворовые территории. Сейчас работы ведут в квартале Маяковского у домов 31, 33 и 35. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Глубков проверил ход ремонта. Это проезды 1400 квадратов, это, соответственно, тротуары и около 150 метров квадратных это парковочные пространства. То есть идет замена бортового камня дорожного и садового на тротуарах, полностью замена асфальтового покрытия. Все работы ведут согласно графику. В рамках поездки парламентарий провел прием граждан в Звенигороде. В числе обращений – просьба местной жительницы. Она просит помочь с покупкой необходимых ей лекарств. Вы здоравливаете? Как приятно, что так быстро. Большое вам спасибо. Записаться на прием к парламентарию можно по телефону 8 915 351 17 21. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Правительство разрешило сохранять ипотечные квартиры россиянам-банкротам. В проекте официального отзыва Кабмина говорится, чтобы сохранить ипотечную квартиру, нужно заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. Правительство поддерживает инициативу с учетом доработок. А именно – проработка условий погашения долга и заключения мировых соглашений. Также необходимо ограничить банки, которые при оформлении процедуры банкротства могут начать манипулировать должником и навязывать ему невыгодные условия реструктуризации. О других событиях страны смотрите прямо сейчас. Россия лишится незамерзающего порта в Мурманске из-за коллапса Гальфстрима. Согласно новому исследованию, его привычное течение из-за глобального потепления может измениться во временном отрезке между 2025 и 2095 годами. Наиболее вероятный пик – 2050 год. Эксперт отметил, что при этом глобальное потепление ускоряет таяние ледников в Арктике. Площадь ледяной шапки, которая покрывает Северный Ледовитый океан, сокращается серьезными темпами. В мае следующего года МХТ имени Чехова отправится на гастроли в Японию. В этом году театр празднует свое 125-летие, а на следующий выпадает еще одна памятная дата – 120-летие со дня смерти великого русского писателя и драматурга Антона Чехова. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года. За это время его посетили более 18 миллионов человек. В рамках программы прошло более 500 мероприятий. Зимой на Шри-Ланку будут летать чартеры из двух столиц – Красноярска и Новосибирска. Причем из столицы первый лайнер отправится уже в конце октября, из других городов – в ноябре. В билет включен багаж весом до 10 килограммов и ручная кладь до 5. Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение. Оно оформляется заранее и оплачивается онлайн с картой иностранного банка. При покупке путевки эти расходы включат в стоимость. Также можно получить и визу по прилете в аэропорт. В ноябре стоимость путевки на 9 дней с перелетом из Москвы, проживанием в отеле категории «Три звезды» и с завтраком начинается от 220 тысяч рублей на двоих. Из Новосибирска и Петербурга – на 11 тысяч дороже. Для сравнения, путевка в Турцию из Москвы с такими же условиями в ноябре составит от 260 тысяч рублей, что на порядок дороже. В окружной администрации прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженностей. Причины у всех разные. Выслушать их и разобраться в неуплатах в этот раз пригласили 24 должника. Тему продолжит наш корреспондент. Предприятие, где работает Роман Чурков, задолжало 13 миллионов рублей. В феврале прошлого года они продали недвижимость. За определенный срок должны были приобрести новую, но не успели. Именно это и стало причиной долга. В ближайшие 4 месяца тот объект, который мы все-таки приобрели, у нас арендаторы сейчас заехали, у всех каникулы, просто не платят деньги еще пока. И в ближайшие 2 месяца начнут платить, и мы погасим эту сумму без каких-либо сложностей. До конца года, я думаю, это однозначно. Комиссия призывает должников не дожидаться заседания, а разбираться с долгами своевременно. С вопросами всегда можно обратиться в налоговую инспекцию. Ну что хочется сказать, чтобы начальники теруправления поактивнее работали со своими должниками, потому что это наш с вами бюджет. Всего на заседание пригласили 24 должника с общей суммой задолженности 93 миллиона рублей. На момент проведения комиссии 18 из них полностью или частично погасили свой долг. Результат есть, результат хороший. Могу только поблагодарить тоже наше территориальное управление за проделанную работу. Это порядка 50% от суммы, вынесенной на рассмотрение, было урегулировано и оплачено. В этом ноябре в Москве откроется самая масштабная выставка «Форум последних лет. Россия». Регионы страны будут хвастаться кухнями, песнями, танцами, колоритными сувенирами на ярмарках, проводить деловые недели. Впервые эта выставка открылась в 1939 году и называлась «Всесоюзной сельскохозяйственной». Об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». Что еще обсуждает в соцсетях округа, смотрим в нашей рубрике. На центральной площади в Одинцове запустили лодочную станцию. В прокат можно взять лодки и два вида катамаранов – трехместные и пятиместные. Всем гостям выдают жилеты, а на месте на всякий случай работают спасатели. В зимнее время лодочная станция станет пунктом проката коньков. Спускаться на лед можно будет с пирса. График работы в будние дни с 11 утра до 9 вечера, а в выходные с 10 утра и до 10 вечера. Об этом сообщает телеграм-канал «Ивановлайф». В Одинцове в ближайшие месяцы благоустроят 29 дворов. В числе масштабных благоустройство на Можайском шоссе у домов номер 45, 45А и 49. Также появятся и детские площадки. Сами жители принимали активное участие в программе по комплексному благоустройству территорий и голосовали на портале «Добродел». Об этом сообщает телеграм-канал «Проокруг». В долине реки Веземки в Одинцовском округе впервые нашли редчайший гриб. Трутовик разветвленный, съедобный. Однако собирать его нельзя, так как он занесен в Красные книги Московской области и России. Он отличается необычной формой. Состоит как бы из маленьких сросшихся грибочков. При этом размеры некоторых экземпляров достигали 50 сантиметров в диаметре. Об этом сообщает телеграм-канал «Проокруг». Ученые обнаружили в пустыне Сахара метеорит «Бумеранг». Они предполагают, что он был выброшен с Земли в космос после того, как в нее врезался астероид примерно 10 тысяч лет назад. Через тысячу лет метеорит вернулся обратно на Землю почти без повреждений. В вулканическом составе камня нашли элементы, которые образуются при взаимодействии с космическими лучами. О других событиях мира расскажем в нашей следующей рубрике. Жительница штата Джорджия периодически испытывает усталость и сильное головокружение. Из-за тахикардии ей необходимо принимать лекарства, но из-за непредсказуемых приступов она не всегда успевает найти нужные препараты. Тогда на помощь приходит ее собака. Она определяет по запаху состояние хозяйки, после приносит лекарства и воду из холодильника. Американка рассказала, что благодаря такой помощи у нее появляется время добраться до безопасного места и подготовиться к потере сознания. На Сахалине спасли медведицу. Она переходила реку вброд и запуталась в браконьерских сетях. Ей удалось добраться до берега, но двигаться дальше она не смогла. Сотрудники ветеринарной службы вместе с лесничами применили усыпляющий препарат, сняли сети и обработали раны на лапах животного. Муниципалитет французского города решил покрасить в зеленый цвет погибшие от жары газоны. Для работ используют органическую краску на основе водорослей, которая была разработана местным стартапом. Такой способ не только придает цвет траве, но и защищает ее от жары. А после органические вещества уходят в почву и становятся удобрением. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 21-23 градуса тепла, ночью 14-16. Ветер северо-западный 24 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели программу «Утро» на ОТВ. Сегодня понедельник, и мы желаем вам прекрасной рабочей недели. Увидимся в следующих передачах. До свидания. До новых встреч.